Бемидбар, то есть чисел, 22 глава 2 стиха по 25 главу 9 стих. Их автора пророк Миха, 5 глава 6 стих по 6 главу 8 стих. Ваяр Балгак бен Ципор, Этколь Ашер Аса Исраэль ла Эмари, И увидел барак сын Ципора все, что сделал Израэль с Эмариеми. И испугался Маав народа этого весьма, ибо он многочислен и апостолила Мааву жизнь из-за сынов Израэля. Так глава называется Балак, но здесь главное действие лицо кто? Пророк Бильям, да? Бильям почти 6 стих. И это даже глава, которая является отдельной книгой, фактически, которая была позднее вставлена во времена Эзры в книгу Бемидбар. Видимо, эта глава особо важная, правда? Она была когда-то книга, книга пророка Валаама, Бильяма, который написал Маше. Маше сколько книг написал, согласно юристу, 7 книг, да. И еще одна книга, это какая? Какой там самый страдающий человек? Иов. Иов. Итак, содержание такое краткое. Балах, царь Маава, очень испугался то, что сделали евреи, а они завоевали царей Мореев, Сигона и Башана Ога. И когда настала следующая очередь, по пути следования это были Маавитяне. И Маавитяне, и Маавитяне сами испугались. Видите, евреи, если бы не испугались, может быть, евреи как бы и прошли эту землю. Видите, некоторые народы нападали на Израиль, да, со страха, как говорится, потому что, как говорится, со страха они все смелые становятся, да. Мы покажем им, как сражается румынский солдат, когда ему некуда бежать. Правда? Вот такого типа было. Но, так как царь Маава был хитрее, чем предыдущие, то он решил нанять специального пророка, который бы проклял Израиль. Кстати, вот интересно, почему же он не нанял этого пророка, чтобы он благословил Маава? Да? Видите, как интересно. Негативное такое мышление к Израилю. Они ненавидели Израиль больше, чем желали сами себе победы. Можно даже так сказать. И пророк Белам просил Бога, чтобы тот разрешил ему пророчествовать. И Бог ему сначала отказывает, потом разрешает и создает со стороны, получается, ситуации. Он послал ангела с мечом, и если говорить о еврейской традиции, это ангел смерти был, который с мечом ходит, да. И этот ангел смерти захотел умерзвить пророка, который по разрешению Божьему шел пророчествовать. Правда? Ситуация парадоксальна. Если Бог разрешил, почему же он запретил? Странный Бог меняет свое мнение, да? Попробуем разобраться с этой ситуацией. Но Белам так или иначе прибывает к царю Балаку, и вместо проклятия произносит благословение. Причем это делается три раза, и каждым разом благословения идут по нарастающей. Однако все-таки Белам дал совет подорвать устое евреев, потому что они подослали женщин. Видите, как интересно. Если не подходит духовная борьба, то происходит борьба на уровне физическом. И на уровне физическом Израиль оказался слабее, чем на уровне духовном. Но все-таки в конечном счете этого пророка убили. И вы видите, что он был убит именно за это свое, не за порочество, правда, а за свой совет, потому что деньги он свои все-таки отработал. Деньги он свои все-таки отработал. Видите, израильтяне хотели войти в землю мирным путем, потому что когда они подходили к Сигону, то говорили, не будем заходить в поля виноградники, не будем пить воду из колодцев, дорогой царской пойдем, пока не перейдем границу твою. Но Сигон не только не дал разрешения перейти границу, но и выступил против Израиля. Как странно, видите, ненависть к Израилю в некоторых языческих народах оказывается настолько укоренившейся, что они сами попадают в сети своей злобы, правда? Как говорится, за что боролись, на то что? За то и напоролись, совершенно верно. Верно. Хорошо. Как вы думаете, Бильям, он был Божий пророк или не Божий пророк? Божий пророк. И когда говорится о Боге, он же не у какого-то Баала спрашивает, не у какого-то там другого, не у Малаха, а у Бога спрашивает. Бога Авраама, Исхака, Иакова. И это показывает, что были люди, которые поклонялись Бога Авраама, Исхака, Иакова еще до того, как евреи пришли в Эрец Исраиль. Правда? Были там такие люди? Ну, да, взять, откуда же тогда Мелхиседек взялся? Помню. Но, несмотря на то, что такие люди были, и в тесть, например, который, тесть Моше был назван Кагеном, там написано, жрец у вас медиамский, да? Он был в медиане, написано Кагеном на юрите. То есть, кому он служил, будучи медиамским? Богу Израиля, да? То есть, среди этого народа были люди, знающие Бога. Однако, в чем проблема была? Проблема была не в этом. Вот что сказано в Перкей Авод. Тот, кто обладает тремя следующими качествами, из учеников нашего правца Авраама. А тот, кто обладает тремя качествами, перечисленные ниже, из учеников злодея Бельяма. Итак, ученики нашего правца Авраама доброжелательны, просты в обращении и непритязательны. Ученики злодея Бельяма завистливы, высокомерны и походливы. Чем отличается судьба учеников нашего правца Авраама от судьбы учеников злодея Бельяма? Ученики нашего правца Авраама кушают плоды своих добрых дел в этом мире и получают вознаграждение в мире будущем. Как сказано, чтобы дать наследство то, что существует вечно любящий меня, и сокровищицы их я наполню в этом мире. А удел злодея Бельяма ад, и нисходят они в преисподнюю. Как сказано, и ты всесильный низведешь в преисподнюю людей кровожадных, коварных, и не проживут они и половину жизни, отпускаемой обычно человеку. Я же буду полагаться на тебя. Вот так говорит традиция. Итак, видите, что характерно было для Бельяма? Жадность, да? Серебролюбие, высокий дух. А это на юрите плохо. Руаха-гваа – это высокомерный дух. А ученики Аароны являют руах на муха. На мух означает маленький, ничтожный, да? Покарник мух. То есть, видим, что высокий дух – это высокомерие, зависть, превозношение. Это свойственно было кому? Пророку Бельяму, да? И это отличало его от учеников Авраама. Хорошо. И Балак, царь Моава, был первым, кто понял, еще до того, как сами израильтяне это осознали, что некий народ вышел из Египта. И мавитяне весьма убоялись. И вслед за Балаком и Балаком был вынужден подспеть хвалу сынам Израиля. Итак, Белам был выдающейся и противоречивой личностью. Талмуд говорит о нем. Не было у евреев пророка, равного Моисею. А у нееврейских народов такой великий пророк – это был Белам. Видите, интересная характеристика. Мы не говорим, что это плохой пророк был. Какой он был? Величайший. Среди каких народов? Языческих народов. Хорошо. И мы видим, что Белам верил Господа и получал от него пророчество. Но у него был такой дар – проклинать и уничтожать. И врачу его магия была основана на умении следить за движением звезд. Он видел, когда звезда врага падает, и произнесенное в этот момент проклятие действовало безотказно. Но как он увидел звезду Иакова? Падающая или восходящая? Восходящая. Восходящая. Хорошо. И Балак тоже знал, что благословение и проклятие Белама обладает чрезвычайной силой. Вот интересно, что когда они пришли к нему вначале, то Белам отказал. И как он, интересно, отказал? Что не пойду с вами. Не пойду с вами. И это царь Моава понял, что он не пойдет с кем? С ними. И потом он прислал более богатых и более знатных. Он мог бы вообще сказать – не пойду. Но тут он говорит одно лишнее слово. И это слово совершенно меняет его смысл. И потом тем тоже он отказывает. Но, впрочем, говорит – я что? Пойду посоветовать с Богом. И интересно, значит, есть такая пословица – сон разума рождает чудовище. Если мы видим, что Моисей, он когда-когда спал, общался с Богом. Нет? А этот специально спал. Значит, мы не знаем, был ли это сон. Вы сами понимаете. Не знаем, был ли это сон естественный. Или это был наркотический какой-то сон. Потому что в те времена уже применяли наркотики. Вот так, например, впадает в экстаз. На север, северные народы. Они используют мухомор, да? Для впадания экстаз. Кстати, вот эта анаша, конопля, да, она в то время уже была известна и в Египте, и в народах, которые населяли здесь Украину. Так что мы еще не знаем, в какой сон впадал он, когда говорил с Господом. Некоторые вот знаменитые рок-музыканты, рок-певцы, да, они сочиняют свои знаменитые песни. Шлягеры эти, как их называют? Самые знаменитые. Как? Как самый знаменитый, высший топ песни называется? Хиты, да, хиты. Хиты свои. Китайцы, да. Вот когда хитаются, тогда они сочиняют свои хиты. Видите, они, будучи в наркотическом таком дурмане, да? Вполне возможно, что таким способом пользовался и пророк Беля. Хорошо. И обратился Магам к старейшему Медиана. И Раши говорит, испокон веков они враждовали друг с другом. Медиан воевал против Маава, но в страхе перед Израилем они заключили мир перед собой. Почему он обращался именно к Медиану? Предводитель евреев, думал, вырос в Медиане. Распрошу-ка я о нем медианитян. И сказали те, его сила лишь в устах. И сказали Маавитяне, тогда мы найдем человека, сила которого тоже в устах. И что же говорят? Говорит еврейский комментарий. Балак послал посланников к Беляму. И сказал, вот вышел народ из Египта. И сказал Белам Богу, Балак сын Ципора царь Маава послал ко мне. Делегацию со словами, вот народ выходящий из Египта. Первое, это Бамидбар, 22 глава, 5 стих. Вторая, 22 глава, 11 стих. Видите, интересно. Как характеризуется еврей? Народ, выходящий из Египта. И в Новом Завете есть интересная цитата. Из Египта я призвал первенца моего. Там говорится и применительно к Ешуа, и применительно к еврейскому народу. Почему называется первенца? И как по отношению к одному человеку? Потому что весь Израиль воспринимается как то. Как один человек Богом. Комментарий Кли Якар обращает внимание на какую, казалось бы, мелочь, как изменение глагола прошедшего времени. Вышел. И речи посланника Балака на причастие настоящего времени, выходящий в речи Белама. То есть Белам идеально подобрал и выверял каждое слово. Его основным оружием была речь. И поэтому он пользовался ею поистине виртуозно. То есть вышел и выходящий. Народ вышел из Египта. А почему же он называл его, Белям, народом выходящим из Египта? Потому что Египет выходил из евреев. Видите? Когда посланники говорили, они говорили, народ вышел из Египта. Но Белям знал духовным своим зрением, что еще не весь Египет вышел из евреев. И поэтому, опять-таки, в отношении святости, и здесь видите тоже глава о святости, когда Белям видел народ Израиля как абсолютно святой. Да? И в то же время он дал царю совет, который подействовал. Подействовал. Если был по-настоящему святой народ Израиля, стал бы он блудить с этими женщинами? Вот это потому, что мы тоже в своей святости вышли, да? И что осветил нас. И в то же время, что мы в течение всей своей жизни выходящие. Выходящие. Мы вышли, и мы выходящие. И Белям, он своим духовным зрением это точно видел. Это не просто историческое событие, не только первая волна эмиграции, а выход из рабства на свободу. И рабство физического. Но есть еще какое рабство? Рабство духовное. И надо быть свободным от прихотей. Не только постоянных внешних поработителей, но и от собственных в том числе. То есть не быть рабом желудка, не быть рабом чувственным перерывом, семиминутных соблазнов окружающего мира и своего эго. Порвать связь с комфортным и привычным египетским укладом жизни и стать по-настоящему свободным и физически, и духовно. И Белям это знал. Он знал, что выход из Египта не был самоцелью. И знал, что намного легче выйти из Египта, чем и знать философию Египта из себя. И поэтому, когда Новый Завет говорит, поработите страсти ваши, здесь говорится не об эмоции, но о страсти, к чему стремится наше сердце. Это не эмоция, страсть, а еще раз о умертвите. Да, страсти, умертвите члены ваши, нечистоту, блуд и так далее. Здесь о каких страсях говорится? Да, о плотских страсях, то есть то, что находится внутри нас. То, что еще не вышло. Тот Египет, который еще не вышел. И вот интересно, как этот человек обвиняет еврейский народ. Народ, который вышел из Египта, говорит Медраш, куда там? Народ, народ только выходящий из Египта. Чуть что, и сразу начинаются воспоминания о вкусной египетской рыбке. Да кастрюли с мясом, для насмотрщиков, вокруг которых подобострастно крутились и принюхивались еврейские рабы. И даже новое поколение, выросшее в пустыне, все свои знания о мощной египетской державе получили понаслышке и зародились родительской носталгией и упрекают Моше Рабейна за то, что тот лишил их любимой отчизны. Хорошо. Какие же это можно извлечь уроки нам, мессианские в евреях? Прежде всего, видите, Моав. И Моав чем брал? Видите, блудом, да? Кто такой Моав? От отца. Это, помните, Лот, когда переспал со своими дочерьми, да? Появился такой народ. Моав. Да, от Мертвого моря и до долины Зарет они жили. И гранина Моавицких, и Ордана, и напротив Иерихона на севере. То есть, это была довольно обширная территория. Амореи. Амореи. Ам-га-гар. Это народ гор переводится. Амар, да? Ам-га-гар. Или ягорец, знаете. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Помните такой горец? Маклауд, по-моему, да? Рубил там всем головы. Ах-ха-ха. Ягорец. И говорят, что они были гагантского роста. Очень воинственные. И населяли одну из плодороднейших стран на земле, омывающих с трех старых реками. Арноном, Явоком и Иорданом. И аммонитяне, сыны Амона. И сейчас есть такая Аман, да? Вы знаете. Это они же самые там живут. Потомки Амана, столица Иордании. Потомки Бен-Ами. То есть, сына Лота от его младшей дочери. И этот народ находился в близком родстве с мавитянами. И мы видим, что все эти народы, они что символизируют? Блуд и превозношение, да? Блуд и превозношение. Гордость. Итак, мы должны, если говорить о себе, и есть у нас эти мавитяне и аммонитяне, да? Народы гор и что? И блуд. Блуд и непокорство. Блуд и волшебство. Видите, как это все связывается? И здесь говорится не только о физическом блуде, но и о каком блуде? О духовном, да? Когда мы ищем что-либо, кроме Господа. Ищем что-либо Божье, пусть даже Божье, но что оно заслоняет самого Господа. Итак, вместо одних врагов Израиль из-за своего непослушания нажил других. И Иаков говорит с великой радостью, принимайте, братья мои, когда впадаете. И различные икушения. Это Иаков уже Нового Завета. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И так мы должны ругать свои испытания, несчастья. Да? Вот. Я, значит, каждый день говорю, Господи, избавь меня от болезней, избавь меня от врагов, от злословящих меня, от желающих нажиться за мой счет, до злых людей, от плохих товарищей, и так далее, и так далее, и так далее. А вот если бы я был по-настоящему духовным человеком, как бы я должен был молиться? Господи, пришли мне побольше врагов и испытаний, да, и так далее. Ну, ведь еще я не достаточно духовный для этого. Это одна из причин, по которых мы свои врагов должны, что? Благословлять, любить и благословлять. Даже вот те народы, которые наказывали Израиль, да, они служили для Божьего дела. И поэтому они тоже приносили определенную пользу. Второй, это урок, как учит нас, это проводить жизнь эту среди мира. Израиль был в пустыне. И в пустыне ему было хорошо. Но теперь он входил в какие земли? Занятые людьми. И надо научиться жить с этими людьми. Правда? Надо жить в этом мире, но не быть от этого мира. И если мы не найдем мира с людьми, нам приходится иногда воевать. И не поддаваться компромиссу и образу поведения этого мира. И вы думаете, за это наш мир будет любить? Будет еще больше ненавидеть. Правда? Еще больше ненавидеть. Но в то же время, если мы любим своих врагов, то мы можем нести эту святость даже им. Потому что они будут видеть нашу любовь. Не то, что мы внешне говорим, что мы любим. Правда? Мы должны быть единственными. Видите, чего не увидел Бельям? Не увидел разделения в Израиле. А если бы Бельям пришел проклятать чуть раньше, на месяц примерно раньше, когда там как раз Корея сидел со своими ребятами, вот тогда проклятие хорошо подействовало. Правда? Итак, значит, второй урок нам показывает, что мы в этом мире живем, и мы не от этого мира. И, как говорит Иешуа, мы должны что? Любить врагов своих и быть в единстве. Как только у нас прекращается единство, как только у нас начинается разделение, мы уже не становимся в глазах Бельямов, которые постоянно за нами наблюдают, да? Мы уже не становимся в глазах Бельямов, наблюдающих за нас святыми. И тогда всякое проклятие будет действовать и на нас. И урок Бельяма говорит об опасности гордости и превозношения. Потому что сам Бельям какой был? Очень гордый человек. Очень гордый. Очень гордый и превозносившийся человек. Павел пишет, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть, о чем это говорится? О посвящении. Помните, это удобно тому, как солдат посвящает себя воинской службе, или земледелец посвящает себя своему полю, мы должны быть посвящены Богу. Правда? И поэтому я уже бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Это я, когда работал в физкультурном диспансере, я такое наблюдал. Это называется бой с тенью в боксеров. Только так, чтобы бить воздух. Но усмиряя и порабощая тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Видите? Усмиряя и порабощая. Это 1 Коринфянам 9 глава 25-27. Это ключевые слова. Это ключевые слова. Хорошо. 10 испытаний Беляама. 10 испытаний Беляама. Говорят, 10 испытаний Авраама было. 10 испытаний Беляама. Первое. Когда Бог сказал Беляаму, не ходи с посланцев Балака, ему следовало беспрекословно подчиниться его воле. Видите, что показывает? Частичное слушание. Бог сказал, не ходи с этими людьми. А что услышал Беля? Не ходи с этими людьми. Да? Те же самые слова, но в зависимости от того, куда мы даем ударение. Да. Итак, он сказал, не ходи с посланцами Балака, и тому следовало беспрекословно подчиниться его воле. Мы, когда получаем Божие откровения, мы либо частично его воспринимаем, либо его воспринимаем, в зависимости от того, как нам это что? Понравится. Хорошо. Второе. Когда Гошем сказал, ты можешь идти при условии, что не будешь проклинать евреев. Да? Ну, как вы думаете, была у него мысль, а вдруг я что-нибудь, да, придумаю, да? И всякий раз, как у него появлялась такая задняя мысль, кто на дороге становился? Ангел смерти. Когда ослица свернула с дороги в поле, Беля не обратил на это внимания. Почему? Он думал, а давай я сделаю так. Возьму и прокляну потомков Авраама. Скажите, евреи, это только от одного единственного, да? От одного единственного произошли сына Авраама. От Ицхака. А сколько у Авраама детей было? Да так, если посчитать по-разословному, наверное, десяток было. Или около того. Правда? Вы знаете, что у него еще потом жены были после. Вот. И он подумал. И это что было? Поле. Да? И это было поле. То есть в поле можно идти как? Разными дорогами. И когда ослица свернула с дороги, Беля не обратил на это внимания. Четвертое. Ослица прижала его ногу к стене. И он не придал этому значения. Знаете, как в анекдоте сдает на грузинской дороге гаишнику экзамен. Вот он говорит. Слушай, дорогой, вот представь себе, справа высоких скала, слева грубок из пропасть. А на дороге перед тобой старушка и девушка. Кого давить будешь? Ну, он думает, старушка уже пожила, да? Значит, ее не жалко. Говорит, старушку буду давить. Неправильно. Ладно, ладно. Старушке же надо уважение указать. Девушку давить буду. Неправильно. Ну, что же делать? Не сдал. Тормоза давить будешь. Поэтому сразу ему надо было давить на тормоза. Правда? Кондуктор нажми на тормоза. Почему же ослица прижала его с одной стороны? Потому что, когда он уже говорил, прокляну я потомков, кого? Исхака. А у Исхака было двое потомков, да? Поэтому был прижат к стене. С одной стороны, было свободно. Потомков Исава он мог проклинать, но потомков Якова он не мог проклинать. И он не предал этого уничтожения. И едет он и рассуждает. И теперь у него уже такая наглость. Раз со мной ничего не случается, Бог мне не отвечает, а прокляну я потомков Иакова. И тут ослица легла под ним. Вместо того, чтобы подумать о причине этого, Белян ее побил. Видите, как интересно. Когда мы что-либо делаем, нам нужно постоянно сверяться с обстоятельствами, с разными. Это не значит, что мы должны знамение. Вот если ворона полетит направо, я сегодня пойду в МЖБА, а я полетит налево, пойду в кино там или куда-нибудь еще, да? Это не значит, что нужно гадать. Но нужно внимательно следить за обстоятельствами. И очень часто, и вот это тоже наша болезнь бывает, когда мы встречаем какие-то препятствия и начинаем воевать. Там надо не воевать, а остановиться и прислушаться. Если что-то... Вот я часто такое ощущаю. Вот если я действительно действую по Божьей воле, у меня все идет легко. А тут вдруг как стена стоит, и все. И люди сразу, вот это дьявол, вот он такой нехороший, вот то еще, 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 еще. Дьявол стоит и думает, что ты против меня воеваешь? Против кого ты воеваешь? Так что, дьявол не дал этой ослице идти дальше? Бог. Бывает, что Бог нам не дает куда-то. Ну, я вот недавно прочел очень интересную книжку про молитву, я вам рассказывал. Эту молитву, там тоже такой интересный пример рассказывается. Когда я, говорит, был маленький, у меня был дедушка, и вот он вынимал свои зубы, а у него были красивые белые зубы, и вечером ложил в стакан. И я начал молиться Богу в детстве верующей семье. Господи, дай мне такие зубы, как у дедушки. Но я повздрослел. Я сказал Богу, слава тебе, Господи, что ты не ответил на мои молитвы. Правда? Значит, надо прислушаться к обстоятельствам. Иногда причина не то, что дьявол нам препятствует, Бог препятствует. Мы начинаем воевать с Богом, иногда Бог дает нам что-то. Я вам тоже рассказываю из этой книжки, но я еще расскажу, может, не все слышали. Тоже такой случай был. У одной женщины, сын был в армии, произошла какая-то авария, и он ослеп на оба глаза. В общем, там что-то вспыхнуло. И когда он пришел, начали все, значит, молиться всей церковью. Вот, Господи, исцели его глаза, исцели его зрение. И было откровение. Самой матери, что буквально такими словами, что не надо молиться. Об этом это для него не полезно. Понимаете? И что же вы думаете? Они продолжали молиться, несмотря на это. И у него зрение восстановилось. А после этого он начал пить, употреблять наркотики, всякий раз хватался за топор и с топором гонялся за своей мамой. Как вы думаете, если бы он слепой был, вообще ничего не видел? Мог бы он такие вещи делать? Да. Ну и потом там говорят даже, что она умерла, эта мать, при странных обстоятельствах. Может быть, он ее отравил, дом продал, пропил, вот так и все закончилось. И все закончилось. Вся история. Видите? Значит, прежде чем... даже в таких явных вещах. Если, конечно, дает Бог откровение, вы понимаете, что не надо это делать. А мы Богу выкручиваем руки. Это пример даже есть в Библии. Помните, был царь, который был самым лучшим таких всех царей. Как его звали? М? Нет. Как нет? Ну, у него сын монаши был. Изеки, да. Хискиягу. 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 Заболел, да. У него получилось как? Ну, сепсис, заражение крови, какой-то фурункул, да, случился. И начал он молиться. И молился, молился, и Бог ему дал 15 лет жизни. А сыну его, когда он умер, было 13 лет жизни. И сын монаши был монаши самым злым из всех царей Израиля, которые были. Правда? И самым безбожным царем. Кстати, он потом все-таки был прощен. Потому что он раскаялся. Но он 50 лет царствовался. Вот как Сталин, представьте себе. Сталин там, правда, меньше жил. А если бы Сталин прожил 50 лет, да? Он убивал пророка, он там устраивал им такую инквизицию, всех верующих Господа гонял, да? Можем себе представить? Хороший был сыночек? Ну, и что? А если бы умер этот царь? Да, не родился бы. Да, мы можем вымолить то, что нам во время? Да, мы можем вымолить то. Там-то и проблема. По нашей просьбе уже. По нашей просьбе уже. Его воля что? Он любит человека. Иногда дает как испытание нам. Чтобы мы поняли, что лучше этого не просить. Правда? Как пример того. То же самое с Белямом получилось. И даже говорит, когда ослица шестое, когда ослица заговорила, то это чудо не произвело на него никакого впечатления. Очень интересно. Ну, когда попугай заговорит, так это неудивительно, да? Когда осел говорит, это уже понятно. Поэтому Белям был худшим ослом, чем его ослица. И даже раскаяние его не было искренним, когда он узнал о присутствии ангела. Седьмое. Еще восьмое. Он построил алтари в местности, называется Бомот-Баал. Он думал, что этим подкупит Большема. Баал – это что? Господин, да? Или Баал? Высоты Ваала. И что случилось с Израилем, когда он служил Богу, да? И курил на высотах Ваала? Помните. Это было одновременно, видите, он служил Богу, а служил где? На высотах Ваала. Одновременно, получается, смешивание Бога и язычества. К сожалению, с христианством в многом произошло это, правда? Капище православных читали книжку? Ну, почитать там, очень интересно. О язычестве, христианстве. Ну, тоже не помню. У меня где-то есть, по-моему, даже в электронном виде эта книжка. Итак, он построил алтари в местности Баамат-Ваал и служил подкупая Гошема. Потом он построил алтари во второй раз и принес жертву на горе Арош-Гапизга. И третья жажда была на горе Арош-Гапиор. Видите, как интересно. То есть, строил он алтари в каких местах? Посвященных, да, каким-то определенным богам. И последний бог Пиор ему помог? А бог Пиор какому соответствует богу нашим? Перуну. Мы уже изучали этот вопрос. И упоминается, что значит, он все это десять испытаний. Десять. Это что? Чего полнота? Полнота общества. Полнота общины. Человеческая полнота. Хорошо. Но случилось так, что проклятие превращается в благословение. А можем мы такие вещи видеть в реальности? Да? Можем. Иногда бывает, что человек проклинает, но эти проклятия нам обращаются в благословение. Только в том случае, если мы чисты. Если у нас есть нечистота, тогда проклятия идут и приносят поражение нам. И вот здесь есть еще пророчества, мессианские пророчества. Звезда. Звезда. Чисел 24, дробь 15, 19. И произнес он притчу свою и сказал, говорит, Валам, сын Беоров, говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащие слова Божьи, имеющие видение Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает на открытый они открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жесл от Израиля. И разит он князей Моава, сокрушаясь всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Прошедший от Якова овладеет и погубит оставшиеся города. И что получается? Скажите, как всякое пророчество, это имеет пророчество на ближнее время, на более дальнее и так далее. И мы видим, что это тоже пророчество имеет три слоя. Первый слой, это конкретно, о ближайшем. Но здесь говорится о звезде, которая где-то в перспективе. Да? Знаете? Анекдот про свет в конце туннеля. Говорил он, нет? Что стоят трое и рассуждает. Пессимист говорит, вот мы стоим тут в темноте, туннель такой длинный, мы никогда не выйдем. Оптимист говорит, я вижу свет в конце туннеля. А реалист говорит, а вот рельсы, мы по ним поедем туда. А что видит водитель поезда? То есть Бог, да? Трех идиотов, стоящих на рельсах. Вот так. Так что Богу все виднее. Хорошо. И все-таки он увидел нечто впереди. И видите, второй, можно сказать, когда подчинили евреи Моавитян, это когда уже случилось. Помните, когда уже Ирод был потомков кого? Идумеев. Идумеев. Идумеев это кто? Вот эти самые из Идома. Из Идома. И здесь говорится о каком времени уже? о времени Ишуа. Да? И когда говорится, что в те времена, когда был Ирод, и какую звезду видели? Как говорят, Вифлеемскую звезду, да? И это второй слой пророчества. И третий слой пророчества, когда в Новом Завете сказано, что Ишуа придет как восходящая звезда. И тогда все язычники покорятся Ему. Здесь не говорится о Царстве Божьем на земле, что вот мы тут всех евангелизируем, и на Украине у нас наступит Царство Божие. Здесь уже говорится о ком? О пришествии Ишуа как кто? Как царя. О пришествии Ишуа как царя. Таким образом, вот одно пророчество, оно имеет три слоя. Видите, пророк Бельям был пророком Божьим. Он пророчествовал от имени Бога, пророчествовал правильно, но тем не менее был лжепророком. И Новый Завет сравнивает пророка Бельяма с плотскими людьми, которые живут по своими страстям и похоти, и тем не менее учат людей якобы от имени Бога. И сказано так, они как бесславные животные водимые природы, рожденные на уловлении и истреблении, злословие то, чего не понимает, в растлении своем истребятся. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие повседенной роскоши, срамники и оскверенители. Они наслуждаются обманами своими, пиршестые со всеми. Глаза у них исполнены любострасти непрестанного греха, они проищают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, и я по следам кого? Бельяна, да, сынова Ваора, который возлюбил мзду неправильно. Он был облечен в своем беззаконе, бессловесная слица прогови человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Они произносят надутое пустословие, уловляются в плотские похоти, в разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Ишио Мессии, опять запутаются в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Это 2 Петра 2 дробь 12 20. Итак, они что? Подобны пророку Бельяму. Еще раз говорю, кто подобен пророку Бельяму. Это люди с плотскими желаниями, похотями, которые живут этими своими стратями, но тем не менее хотят учить людей якобы от имени Бога. Есть у нас такие бывают провоки? Правда? Мне приходилось с такими встречаться. И начал народ блудодействовать с дочерьми Маава. Буквально Лизнот Эль. Банот Маав. Лизнот. То есть они стали пренебрегать возложенные на них нравственным долгом и предлог Эль указывает на направление действия. Показывает, что инициатива принадлежала Маавитянка. И приглашали они народ, то есть склоняли еврею к греху и приглашали их к жертвам божеств. И в конце концов подвигали на то, чтобы те поклонялись Пиору. И приебился Израиль Бааль-Пиору. Было много разных Баалим, сил, которые считались богами, говорит юзерский Медраж. И был Бааль-Пиор, бог бесстыдства. И служили ему путем совершения орги в обнаженном состоянии. Отсюда, видите, греческая Пиорнос произошла, что порнос. Отсюда, что порнография и так далее. Мы этого бога тоже можем видеть, да? Служащих этому богу и так далее. И сказал пророк пришли к Бааль-Пиору и предались сраму, то есть посвятили себя сраму. Хорошо. Так, итак, значит, Раби Шиман говорит так, начал народ блудодействовать. Значит, первое, тоже блудодействие, да, произошло и посвящение Пиору в нескольких этапах. Начал народ блудодействовать, мы говорили, что они пренебрегали своим долгом. Дальше. Моавитянки приглашали, они народ. Видите, пока нас кто-то не пригласит, сами не пойдем, правда? И так, чтобы нас не приглашали всякие моавитянки, которые развешаны на полносайтах, лучше что делать? Не смотреть тогда, правда? Потому что наши глаза туда прилепляются. Да, и, значит, во-первых, чувственная распущенность. И считалось это не только предосудительной, но и даже хорошей. И она предстояла как бы подчинение воле божества. И так, вместо того, чтобы похоти и страсти умертвить, да, мы знаем о плодах святости, да, и мы знаем об определенных вещах, которые там же дальше перечисляются, есть какие плоды плоти, да, дела плоти известны, да, и так далее. И третий этап, когда они уже себя предали этим вещам, тогда ничто отреклись от Бога и стали служить Пелару, да. Итак, первое, когда мы начинаем пренебрегать, то есть нам неинтересно чтение Библии, нам неинтересно общаться с верующими, да, второй этап, когда нас привлекает этот мир, и третий этап, когда мы отказываемся от Бога и служим разным балом, да, и при этом мы можем находиться в церкви, нести служение в церкви, вы все понимаете, и учить даже и поучать других, как жить дальше. Хорошо, делаем перерыв. Спасибо.